Ну так вот, сегодня разговор про КПРФ, Магнитогорская КПРФ. Почему сегодня не будет никаких данных оттуда, где мы находились? Ну, в принципе, должно быть понятно. То есть, когда люди думают и говорят, это одна тема. Другое дело, как бы вам правильно донести наши сведения, наши жизни, какова она должна быть? Я не буду говорить о себе, я буду говорить о блогерах. Я этих блогеров реально вижу. В отличие от этих блогеров, у меня все где-то находится в моих мозгах, и вы даже тут связок из клей не заметите. Все будет одним планом, одним планом ровно и красиво. Да-да-да. Потому что я думаю перед тем, как буду говорить. И мысли уже возникают, и количество оно будет. И этим количеством я делюсь с вами. Вопрос. Мне говорят, что в городе Магнитогорске все очень сложно. Что денег нет. Я говорю, да, так оно и будет. И будет эта ситуация, ну, еще два с половиной года. Именно тогда Виктор Филиппович Рашников и сказал, что к 2025 году количество работников комбината будет примерно 15 тысяч человек. И это, в принципе, абсолютно правильный вариант. Потому что я в свое время, тогда еще был такой метизно-калибровочный завод. Я, кстати, живу в калибровочном доме. Это самый калибровочный дом. Рядышком со мной на третьем этаже был директор калибровочного завода. Почему-то ему сделали памятник, а мне не знаю, памятник будет или не будет, но это уже не моя жизнь, естественно. Так вот, я там был на калибровочном заводе, занимался ремонтом кранов. Ну, скажем так, 95% времени просто ни хера ничего не делали. Ну, просто ни фига ничего не делали. И вот только 3% мы лазили по кранам. А так просто сидели. И вы знаете, я даже знаю о том, что примерно такое же количество людей есть и на комбинате, которые просто валапинают и получают нормальные бабки. Возможно, он этим делом и занимается. Потому что сейчас есть у меня товарищи, айтишники, которые занимаются программами там, естественно. Так вот, ихняя зарплата, ну, грубо говоря, будем думать, что в пределах там 2000 долларов. А то. И это, кстати, не контрактчики, далеко не контрактчики. Они просто работают и получают такую настоящую грамотную заработную плату. Может быть, 2-2,5 тысячи долларов. Она, конечно, меньше, чем средняя заработная плата Америки. То есть, средняя заработная плата Америки, она, ну, в разу-два, чуть с небольшим больше, естественно. Но это самый топ, понимаете? Самый топ. А все остальное, естественно, у нас, как бы так сказать, до туда даже и не добегает, естественно. А что случится? Да ничего не случится. Люди просто уйдут и все. А вот тогда, а вот тогда, тогда на комбинат мы будем, так же, как в Нижнем Тагиле, так же, как в Липецке. Это я не давно так съездил кое-куда. Еще много будет информации, красиво и ровно, и вы сами подумайте, о чем я говорю. А ездит автобус, который их собирает. То есть, не нужно будет вам мотаться на комбинатной машине. Потому что вас, так же, автобус оттуда и привезет домой. Клево. Да-да-да. Мало того, мало того. Этот же автобус, ну, то есть, люди прошли проходной, заезжают спокойненько, и этот же автобус с проходной разводит их по местам. Клево. Да, конечно, так оно и есть, есть уже так. Ну, поверьте мне. А вы думали, что нет? Нет, есть. Есть, 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 есть. Другой вариант. Вот тогда, 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 тогда комбинат скажет, ну, все, ребятки, вот теперь нормальная заработная плата. Потому что, как бы, мы определились. То есть, и я, и сам Виктор Шипч знает о том, что, ну, как бы так сказать, что, либо вы работать пришли, либо волопинать. Так работайте, господа мои. А? Клево. Другой вариант. Мне вот говорят о некоторых событиях, да? То бишь, вот, когда начинают по ушам втирать, я говорю, вы знаете, есть одно такое королевство, не слышали, да? Зря, кстати. Так вот, в этом королевстве уровень заработной платы, не слышали, да? Так зря, надо посмотреть внимательно. Для этого у вас есть интернет, вот. Посмотрите внимательно. Salary. Salary. Yes, yes, yes. On English, trust me. Average salary. In old world. А, вы не знаете, да? Ну, ничего страшного. Средняя заработная плата. Сейчас же Google, переводчики, все эти вот структурки такие. Задайте этот вопрос и поймите о том, что как бы, ну, как бы вам сказать, то. Так вот, в этом королевстве я не против того, что у нас будет царь. Я не знаю, о чем идет речь. То есть, мы никогда, давайте все-таки определимся, мы когда-то голосовали за царей? Нет, никогда мы за царей не голосовали. Ну, пару раз. И то не мы голосовали. Мы когда-нибудь голосовали за лучшую и самую качественную партию коммунистов? Нет, не голосовали. Все было нормально. То есть, люди работали, люди уходили. Это была их жизнь. Они работали и приносили больше удовольствия. Ну, я не противник. Зачем эти выборы нужны? Зачем эта идиотская дума нужна? Потому что она, я так не совсем понимаю. Она что, хочет показать, что она самая крутая, что ли? Для чего она нужна в природе своей? Нет, не нужна. Я не противник того, что государство должно, государство должно продавать свои ресурсы. Хотя, по сути, государство может продавать свои ресурсы, но надо подумать о том, что все это не государством ли созданное, а только Господь Бог вам дал эти ресурсы. Вы понимаете, меня должны? Ну, вы не все меня понимаете, это, конечно, плохо. Ну, да ладно. Я не противник того, что государство будет так же продавать, как это было раньше, лес. Я не противник того, что государство будет продавать. Ну, у нас лес такой весьма странненький. То есть, наши сосны, это далеко не те секвойи. Ради прикола, ради прикола. Есть интернет, есть YouTube канал. Да вообще, посмотрите размеры секвойи и посмотрите размеры нашей сосны. Вам все будет прикольно. Да-да-да, секвойи там есть, секвойи есть в других местах, но не в России, естественно. Ну, да ладно, это уже не наша тема. Я еще раз говорю, это пускай делает государство. И я бы еще раз рекомендовал государству вернуться к продаже алкогольной продукции. Потому что там, вернув, убрав все то, что продается у нас, у нас ничего нормального не продается. Я просто начинаю, я захожу и смотрю, говорю, ладно, дядя Леша перестал алкоголь пить. Ну, я говорю, а что люди-то пьют? Ну, ничего хорошего там реально-то, по сути, не существует в природе своей. Ну, да ладно, тема другая, да? Так вот, если мы все-таки сделаем нашу... Ну, давайте все-таки определимся. Ну, если это будет царь, то тоже неплохо. Потому что все немножко забывают вот эту самую фразу, помните? Боже, царя, храни, храни его. Да, да, да. Но там был маленький другой примочка. Из той же оперы, зайдите в интернет, посмотрите. Посмотрите внимательно, как. Так вот, там была такая фраза. Царствуй на славу, на славу нам. Нам, Россия, нам. Нам, жителям. Почему нет Российской империи? Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Ну, да ладно. Так, ну, если это будет царь, если все будет принадлежать государству, то, помните, да, про короля я вам рассказал? Чтобы это было понятно, что это за король. Это король, кстати, государству достаточно известного. Помните, варяги такие были. Не в курсе будете, да, варяги? В свое время. Они, по-моему, даже Америку открыли. Перед тем, как Колумб туда смотался, не слышали. Опять же, почитайте интернет. Норвегия. Так вот, уровень зарплатный в Норвегии, это самый топ вообще. Да, господа мои. Да, господа мои. Я не противник, если у нас будет такой же царь. Ну, вперед из песни. Дайте нам деньги. Вопрос возникает. Вы даете нам деньги. Вы думаете, что мы будем деньги мало тратить? Ну, здравствуйте. Это с чего мы будем мало тратить? Мы так же будем тратить? Вообще, надо понимать, что деньги, это что такое? Это практически ничего. Потому что, в принципе, я уже перешел к той сути событий, к которой я и существовал. То есть, я людям даю информацию, а люди дают мне возможность взаимозачет. Это очень хороший вариант. Так вот, к слову о том, что у нас, по сути, событие у меняется. Да, меняется. И количество людей, которые не нужны на комбинате, их сокращают. Естественно. Их сокращают. Деньги им платить никто не будет. Мало того, это уже очень хорошо прошлось по телевидению. Да-да-да-да-да-да-да. То есть, я бы, конечно, сделал бы немножко по-другому. Я бы взял бы того человека, который ездит на комбинат. Который постоянно ездит на комбинат. А само телевидение, ну, я этим делом занимался. Вы не думаете, что я этим делом? Вы даже забыли, наверное. Да-да-да. Был такой канал Магинфо. Так вот, в этом канале я целиком один, грубо говоря, один. Я вел целиком весь канал. То есть, я это сделал. Я сделал хороший, качественный коммерческий проект. Этот можно также сделать на коммерческом проекте под названием ТВИН. Сделать настоящий коммерческий проект. Сделать настоящий коммерческий проект весьма приятный по цене. И с большим количеством повторов. Но разного рода. И тогда, в принципе, ну, вы получите очень грамотный и качественный вариант, когда люди будут смотреть. Понимаете, почему меня люди смотрят? Не знаете? Я объясняю. Я показываю не себя как такового. Для меня основной смысл – это жители нашего города. Наш город красивый, ровный. Но стал немножко злобным и обыдленным. Понимаете? Злобное быдло из нас сделали. Причем, быдло – это нормальное слово. Это люди, работающие на человека. И все. Тут не надо говорить, что я вру. Не надо говорить, что я что-то придумываю. Я ничего не придумываю. Это все есть в свободном доступе. И при этом, при всем, вы даже забыть-то… Есть одна еще интересная тема. Сейчас я переключусь, естественно. То бишь, если бы мы жили бы так же, как в Норвегии, красиво, ровно, круче, чем где-либо. Потому что, в принципе, норвежцы так же и продают. Продают они что? Норвежцы, конечно, не только продают нефть, как у дурака Махорки. Норвежцы не только продают свой газ, который у них как дурака Махорки. Норвежцы так же продают свою рыбу, свою личную рыбу. И теперь мне задаякает вопрос. Мы, когда говорим об этих самых вещах, что, где, чего, как, в природе своей. То есть, вот эту штуку, ковид, это придумывали стандартные идиоты, американцы. Вы не понимаете, объясняю. То есть, в Америке есть шизоидная раса. Шизоидная раса, это называется президент и все остальное. Я был в Америке, поверьте мне. Я общался с тамошними людьми. Это очень красивые, качественные, всегда улыбающиеся люди. Да-да-да-да-да, улыбка у них должна быть всегда. Потому что им дают вся жизнь. Потом, правда, все это дело забирается, потому что там нет никакой медицины. Но об этих тоже вещах надо подумать. Тем людям, которые собираются туда ехать. Есть люди, которые собираются туда ехать. Кстати, люди, которые собираются туда ехать, они иногда и попадают в армию. Вот, вот, вот. Теперь вопрос перетекающий у нас сейчас возникает. И когда все это экспроприируется, мы задаем вопрос. Если мы, как бы так сказать, находимся по уровню достатка ниже, чем Индия, Турция. Ну, естественно, и Китай. И по уровню пенсии. Там же. Какого ляда наша Олимпиада в 2014 году стала второй по счету, по дороговизне, ТО? Да, 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 да. Умом непонятая сторона. Но это сторона Россия. Вот так-то. Да вы не думайте, что я сам придумал. Спокойненько смотрите в интернете. Задайте вопрос стоимости Олимпиады. Он все это дело продемонстрирует в тюллерах. А, к слову доллара. В свое время был очень хороший такой человек. Я его лично не знал, понимаете? Я не знал, что у нас был товарищ Сталин. Я не знал до того момента, когда идиот, который продал всю страну. А вы знаете, что за идиот, который продал всю страну. Который за пять лет разрушил то, что собиралось годами. Вы знаете, что это за человек. Он, вот давайте все-таки перестроенник, а кому нахрен напернулось. Вот что-то когда-то случилось. Это, знаете, это называется сделать в людях. И тогда уже началась злоблевость. Потому что, ой, как же так-то случилось, пятое, десятое. Я не знал, что был такой товарищ Сталин. Так вот, товарищ Сталин четко приравнял, четко приравнял курс рубля к курсу доллара. И, знаете, эта валюта держалась в вашем долларе далеко и долго. Да-да-да-да, когда доллар был, ну, примерно сначала в рублях, а потом в копеечках перерос. Пятьдесят три копейки, что ли, ну, вот так вот он и жил. То есть, зачем это самое прыганье? И при этом товарищ Сталин, ну, и там же, мне говорят, что при Брежневе жилось-то плохо. Я говорю, ах вы твари. Потому что все не понимают, как жилось при Брежневе хорошо. Как жилось при Брежневе хорошо. Человек с высшим образованием сразу же получал квартиру бесплатно. Человек без высшего образования, почему тогда и ценилось высшее образование, он мог и получить, но чуть позже, естественно, не сразу. Это с высшим образованием все было нормально, ровно. Да-да-да-да, вы про это тоже забыли. Как все было сложненько-то. И вот мы начинаем говорить о том, что было бы, конечно, хорошо вернуться. Но кто реально говорит о прошлом? Тот, кто был в этом прошлом. А я был в этом прошлом. И поэтому, когда у нас на КПРФ в городе Магнитогорске возникают проблемы, я говорю, давайте все-таки определимся. Вы не думаете, что я не могу, как бы сказать, быть демократом? Я демократ. Я им объясняю, ребят. Первоначально не нужны ваши денежки. Надо количество людей собрать. А сейчас небольшие тараканы возникают. И поэтому, как бы, ну, не буду про эти вещи говорить в природе своей. Но другой вариант тоже возникает из той же оперы. То есть давайте вернемся к тому, что есть люди, которые хотят вальнуть. Валите, не проблема. Но перед тем, как они собираются варить, у нас небольшая проблемочка началась, да? Ну, помните, да? То есть с Украины время долета, долета ракеты до Москвы. Вы не думайте, что я не знал, что это случится. Я знал, что это случится. Я лично это дело знал. Так вот, за одну минуту она долетит до Москвы. Это как бы некоторые проблемки возникают. Естественно, мы были категорическими противниками этого дела. То есть там-то расстояние 0,1. Я не знаю, каким образом, но наверняка. Есть еще стороны Прибалтики, которые никогда не были никакими прибалтийскими странами. Если мы вернемся на круги своя и посмотрим об истории вопроса, то Финляндия никогда не была другой страной. Она была всегда территорией России. Эстония, Латвия и Литвы не было в природе своей. Это была территория России. Польши не было в природе своей. Это была территория Российской империи. Какого ляда мы им отдали Аляску, ну это уже отдельная тема, я туда ее не залажу. Но вот это была настоящая территория. Да. Ага. Вот как-то так, да. Ну что потом случилось, понимаете? Потом случилась очень неприятная штука, из которой мы вышли победителями. Причем мы вышли победителями. То бишь мы жили, ну, примерно так же. Не сильно хорошо, не сильно сладко-то прицарит нам жилойство. Но потом получилась Великая Октябрьская революция. И пришли к власти большевики. И большевики сделали следующее. В Конституции Советского Союза было одно из главных правил здоровья нации. Ну и вы представляете, что это было тогда-то? Мы еще ничего не потеряли. Мы еще ничего не потеряли. У нас все, в принципе, более или менее. То есть где-то на 20-м месте туда скатились. Ну 20-25. Но поверьте мне, если в мире, грубо говоря, 200 стран, то мы еще пока в топе. Не в топе страны капитализма. Там, да, там все потеряли не только здоровье, но и жизнь. Не знаете, да? То есть я лечусь, естественно, только в коммунистических странах. Да, естественно, я поехал в Китай. Я поехал куда? На Кубу. И я живу с глиобластомой. Ну дай бог-то 10-й год уже заканчивается. То есть я единственный человек, кто... Я пока еще не знаю других людей, которые столько бы жил с ней. Ну я не знаю, может, вы знаете, но я не знаю ни о чем. То есть когда я читал, был всего один человек в мире, который прожил столько лет. Естественно, я верю в Бога. И только благодаря Ему это все делается. И когда мне говорят, что человек, который верит в Бога, не мог стать коммунистом, это, во-первых, бред силой кобылы. Потому что я в 89-м году покрестился, а в 91-м я собирался вступить в коммунистическую партию. Но она развалилась. К сожалению. Вот. Но теперь, как бы вам сказать, это фактор интересный, но что мы делаем на Украине? Во-первых, мы очень сильно бережем нашу жизнь, наше население, российское население. Поэтому мы не так торопливо все это делаем. Мы не торопливо это делаем. И когда мне говорят, сейчас будет еще интереснее, да? Что люди, оттуда приехавшие, не получают заработной платы? Поверьте мне. Я ехал, я лично ехал с этим человеком. Он был магнитогорец. Он получил все те деньги, которые ему обещали. Поэтому вот эти сказки, идиотские, которые вы слушаете, бросьте. Теперь другой возникает вопрос. Другой возникает вопрос. О том, что у нас какие-то очень серьезные потери. Сейчас расскажу. И было, конечно, интересно. Во времена Сталина таких людей сразу загоняли в штрафбаты, понимаете, которые отказались, первоначально приняв присягу, работать на благо Родины. На благо Родины. Благо Родины в войне это, естественно, победа. Их сразу загоняли в штрафбаты. К сожалению, у нас сейчас пока такого не существует в природе. И поэтому пришла бригада или полк. Там им типа сказали, что вы не будете никуда заходить. А тут небольшой прилет артиллерии. Ну, когда прилетает артиллерия, ну, как правило, если она прилетает туда, где люди стоят, я ничего не буду говорить. Ну, когда прилетает артиллерия, когда там взрыв, тут взрыв, тут человека разорвало. Что человек делает? Обсирается, естественно. Обсираются все это нормальные явления. Если вы это дело не понимаете, Эрих Мария Ремарк. Почитайте внимательно. На Западном фронте без перемен. Не стой жопей. Там все это конкретно описано. И вот эти человеки, обосравшиеся, хотят, в принципе, нормальные явления. Я практически сразу же обокакался, когда у меня нога сломалась. Ну, было же, железно, больно, понимаете. У человека идет реакция. А фекальные вещи – это стандартная штука. Да вы смотрите на меня, поверьте мне, это ничего сложного не возникает. И вот эти обосравшиеся люди говорят, ага, мы не будем работать, понимаете. Ну, раньше бы таких людей сразу бы штрафбат гонали. У нас не получается. И поэтому эти полки не расформироваются, не убивают там никого. Нет, нет, нет. Это просто полки, половина из которых, ну, не понимая, что такое присяга, а по сути событий сейчас в армию забирают всех тех, кто рано или поздно присягал. Я присягал, естественно, государству моему. Ну, тут проблемки с головой, и об этом не получается, никоим-то боком. Естественно. Вот такая ситуация возникает. Поэтому все, вся та бредятина, которая вам по ушам проезжает, это вот выкиньте из головы 100%. Потому что я это лично видел, при мне лично сидели человеки, которые ехали, к сожалению, ну, такие вещи случаются, это же война. Даже если это СВО, это все равно война. Поэтому грузы 200 есть, но они в очень малом количестве, и поверьте мне, ну, не в том случае. То есть, ну, бывают бараны, но они бывают. Ну, никто же не запрещает. Зачем вы показываете, что у вас есть сотовый телефон? Естественно, сразу к нему прилетело все, что нужно было. Вот такая ситуация. То бишь, я не противник, я думаю о том, что рано или поздно все это дело вернется на круги своя, в том или ином образе. Но чтобы это дело случилось, вам необходимо понимать и искать тех людей, которые не воруют. Потому что при мне, недавно, опять же, не надо никогда все это дело смотреть, телевидение. Я посмотрел старые данные, естественно. А дядя Володя, дядя нашему, моему любимому дяде, ну, потому что, в принципе, это и есть мои дяди уже. То есть, я как бы, ну, не из той оперы, что где-то тут примерно 20 лет то. Нет. Задали вопрос. А почему уровень средней заработной платы у человека, который чуть выше, стал не просто в разы выше, а в несколько раз выше. Он задает, ну, если бы им не платить, я говорю, стоять, стоять, стоять. Но я-то был в Америке. Помните, да? Он рассказал, что я был в Америке. Так вот, в Америке не существует МЧС. Ну, не существует там такого. Нет там такого. Потому что там люди, у них есть пожарные бригады, и люди просто едут и помогают. БЕСПЛАТНО. В 90% случаев это БЕСПЛАТНО. Другой вариант, это вы уже должны помнить, Рэмбо. Первая кровь. Помните, да? С кем он начал там работать? Ну, с внутренними войсками. Но внутренние войска там из той же самой оперы. Понимаете? Там никто не говорит, что там пятое-десятое. Ну, что-то они работают. Понимаете? И вот этот Рэмбо потихонечку. Он их не убивал. Нет. Он просто там сделал так, что некоторое количество бесплатных товарищей получило некоторое количество люлей. Не слышали. Внимательно посмотрите. В принципе, он даже не убивал того человека, кто в него стрелял. Тот человек сам развалился. Вы не понимаете меня, что ли? Да посмотрите внимательно. Первый Рэмбо. Ну, первый Рэмбо. Он даже из пулемета крошил. Просто по зданиям. А никого он не убивал. Ну, да-да-да-да-да. Вот такая ситуация возникает. Мало того, кто... Теперь другой вопрос. Это я вам уже про МЧС. Про Национальную гвардию. А, про пожарников тоже. Представляете, да сколько у нас? То есть, если так подумать, о чем идет речь. То есть, мне бы не мешало, допустим, я бы позанимался и стал пожарником. Почему нет? Это же тоже хорошее дело. То есть, когда... А, вы не помните, да? Сейчас вернулся на круги своя. Про пожарные там. Про знак ГТО на груди у него. Не помните? Зря, кстати. Мы очень много просрали, к сожалению. Так вот, знак ГТО на груди у него. Тот, кто залез и вытащил людей. Это в детстве помнится. Наизусть учили это произведение. Другой вариант. Вот это будет сейчас еще интереснее. Крепитесь. Крепитесь, господа мои. Я имею в виду те товарищи, которые занимаются в городе Магнитогорске, в администрации. Крепитесь. Крепитесь. Так вот, в администрациях Соединенных Штатах Америки получают заработную плату. Не сильно крутую, кстати. Один мэр. One, мэр. Один, 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 один. А все остальное работает бесплатно. Именно поэтому человеку, который там работал и делал качественные варианты, при мне лично, Джону Зуккалу, сделали определенный подарок. Назвали его именем определенный, это называется, спортивный зал. Зал имени Джона Зуккала. Потому что Джон Зуккал дал нам возможность ехать в Америку. И мне когда говорят, что Реха, ты дебил. Я говорю, ну может быть я дебил. Только поверьте мне, когда я езжу за рубеж, я смотрю, как вы можете прожить спокойно и ровно. Я вижу качественный вариант, что прожить можно спокойно и ровно везде. Везде. И это не обязательно город Магнитогорск. Но почему я нахожусь в городе Магнитогорске, я вам объясняю. Именно город Магнитогорск дал мне ну примерно 50% стоимости моего лечения. А стоимость моего лечения, это было, ну сейчас он продолжает увеличиваться, вы думаете, я просто так сижу, что ли? Нет. Сейчас продолжу лечение, естественно. Другого варианта не существует. Так вот город Магнитогорск дал мне, ну грубо говоря, если 130 долларов, ну 140 тысяч долларов разделить напополам, ну 75 тысяч долларов именно дал мне город Магнитогорск. Именно поэтому я никуда пока не еду. Именно поэтому все 10 лет я работаю для города Магнитогорска. Я создаю историю. А история это, это история вас. молодые, любимые, разновозрастные люди. Потому что я показываю, что вы и я живем в этом достаточно сложном, но интересном городе. Продолжение следует... Продолжение следует...